И снова здравствуйте, всем привет! Итак, значит, этот Геркулес молодой готов, его подруга готова, в конце ролика покажу. Потом Аид готов, значит, Сатир готов, надо сделать Зевса и ещё взрослого, значит, этого Геркулеса. И можно будет делать, короче, полностью мультфильм, пробовать анимации, там что-то своё. Так, давайте в этом ролике Зевса, значит, первый ролик – голова Зевса, потом тело Зевса, шмотки Зевса, или получится даже потом в одном ролике показать и тело Зевса, как сделать, но я буду делать с болванки. Так, погнали! И, значит, импортируем болванку The Brush, находим, где она тут у нас, female, а ну-ка она, да, вот она. Она теперь, значит, детализацию до середины, опции Backface Mask, рабочий стол, и, значит, находим нашего Зевса. Так, посмотрим, как они лягут, скриншоты, о, вроде бы попадаю. Так, а ну-ка, ещё один скриншот. Это модельный лист, для тех, кто не в курсе, модельный лист, значит, Зевса. О, попал. Ну, и давайте, shift, правая кнопка мыши, уменьшаем, подгоняем, смотрим. Так, это у нас нос, здесь у нас, значит, черепушка. Делаем граб, так, значит, кисточку побольше, симметрию ОК поставим, чтобы лучше тянулось. И вот это дело, дай бог, чтобы не порвало, потому что я не накидывал массы. Теперь кисточку немножко уменьшаем. Так, это всё, значит, медленно, можно не спеша всё это дело натягивать, потом где-то добавлять. Так, кончик побольше. Так, и вот почему я именно такой вот взял вариант, да, потому что я хочу вот этот нос натянуть вот сюда. Так, и губы, губы, губы. Здесь у нас, значит, будут губы. Так, вот с головой, вот плохо, что здесь нету кисточки прозрачности, да, кисточку побольше, и, значит, потихоньку всё это, так, вот это уже не делайте, так, начали давить, давите до последнего. Так, это лоб, бошк у него поменьше. Будет прикольно, я думаю, Зевс. Я тут такую фишку захотел замутить. Так, правая кнопка мыши. Так, так, так. Здесь у него, значит, вот такая шея, здесь такой у него переход. Так. Чуть-чуть задёрнем кверху, сейчас всё здесь выгладим. Так, риновастенько, да, ну, это поначалу. Так, выравниваем черепок. Смотрим, что у него тут с бородой. Сейчас другой рев будет, значит, борода натягивается. Сейчас, может, даже придётся долепливать. Не может, а прям придётся, наверное, растягивать. Вот таким вот образом набрасывать массу. Или получится, значит, всё это так натянуть, дай бог. Так. Будет необычный такой Зевс. Теперь Flatten через Shift, не через Alt, через Shift. Чуть-чуть тут всё давайте повыглаживаем. Так, лоб, чтобы у нас тут прикольный персонаж получился. Видите, тут полигоны немножко навернулись, но это дело поправимо. Надо было сначала его немножко, наверное, выгладить. Ну, даже прикольно будет. Уже какие-то детали будут смотреться необычно. Ну, и зато, возможно, не забанят за то, что прям персонаж. Есть этот персонаж. Так, здесь у нас накидываем массу. Повторюсь тем, кто не работал и не тестил скульпты с Альфа-6, что скульпты с Альфа-6 любит большие объёмы накидывания массы. И лучше работать вот кисточкой Flatten, потихоньку так сидеть, тогда получается классный персонаж. Вот так всё дело выглаживаем. У нас уже есть на болванке, значит, заготовки ушей. Это есть хорошо. У нас есть правильная форма, значит, персонажа. Сейчас мы шею будем растягивать. Видите, шея узкая. Так, мы её сейчас будем накидывать, накидывать и вытягивать в эту сторону. Ну, вот эта часть, на неё сильно не смотрите, потому что она будет тоже приминаться. Так, здесь у нас, вот видите, где у него идёт плечевой пояс, нужно закрылки ему побольше сделать. Вот, вот уже похож. Так, теперь нужно поработать с глазами, с носом и, в принципе, персонаж болванка, повторюсь. Болванка персонажа готова. И сейчас по ролику мы засекём время, насколько, значит, это дело быстрое, значит, работать с болванками. Да, кто-то сейчас скажет, вот, надо изначально лепить, значит, своего персонажа, с самого начала. Не соглашусь с этим. Когда я начинал, значит, лепить, возможно, да, как-то стрёмно. Вот, ну, ты использовал, допустим, болванки, ну, это не ты же сделал. Но, в принципе, это делаю я. И если затратить какую-то большую часть времени, то, в принципе, то же самое у меня бы и получилось. Но, так как я хочу сэкономить время и просто побалдеть, мне лично вот это чисто в кайф посидеть, как это, провести время, вот. Кто-то бухает, кто-то там бегает на жопу неприятности, и считая, вот, сижу и просто леплю вот этих вот гавриков. Чем вам не занятие? Прикольное занятие. Жаль, этого не было в моё время в СССР. Приходилось всё ручками то глина, то, значит, у нас был пластилин, которого днём с огнём бывало, не сыщешь нормального. Так, следующий рев, добивающий. Так, это вот он. Так, так, так. Или... Давайте сначала вот этот. Маловато, конечно, вот этих всех референсов. Ну, попробуем, значит, с тем, что имеем, с тем и поработать. Примечаем, значит, нос. Нос у нас прикольный. Нос у нас на маленькую кисточку и погнали его как бы компоновать. Да, вот сначала выгладим. Здесь у нас тоже нужно всё выгладить. Вот горбинка, в принципе, получилась. Даже эту горбинку, кисточку ещё поменьше. Так, сильно маленькая. Подгадаем. Вот горбинку ещё побольше делаем. И у него нос острый. Значит, что кисточку граб поменьше. Вытаскиваем, значит, нашу вот эту вот сопельку. Да. И вот эту сопельку здесь вот поднадуем. Так. Ну, раз она у нас поднадута, здесь нам нужно утоншить. Вот эту часть. Сейчас я даже порисую немножко. Так. И она у нас, нос должен быть полукругом. Вот так. Ну, в принципе, я думаю, попали. Верхний референс, стабуляция. Так. Это у нас, значит, граб. Ну, сильно я не буду делать так. От себя чуть-чуть сделаю изменения. И чуть-чуть вот эту вот горбинку ещё побольше. А этот нос поострее. Грузин, наверное. Так, ладно. Табуляция возвращаем в наши кисточки. Или, если табуляцию отключить, можно работать через пробел. Видите? Открывается. Ну, на белом фоне не видно. Здесь, значит, интенсивность. Потом сама кисточка. Размер. Потом, значит, ещё тут идёт. А ну-ка, на тёмном фоне. Вот. Трензин сайз. Браш маск. Маска. И вот этот вот. Не вижу. А, детализация. Это вот эта вот штука. Я этой штукой, значит, пробелом не пользуюсь. Так, что у нас теперь с бородой? Вот с бородой у нас, конечно, хорошо под челюсть, чтобы вот так была видна. Но тут всё округлено, значит, так и будем делать. Так, значит, уводим нашу вот эту бороду в бок и надуваем её ещё побольше. Так, у неё, в принципе, у неё так как бы с сердцем, да? Ну, да. И вот этот покат. Покат у него. По рефу-то мы делали вроде бы по рефу правильно, но здесь вот будут на разных рефах какие-то у вас несовпадения. Так, теперь нам нужно наметить интенсивность поменьше. Табуляция. Вбок можно развернуть в сторону нашего персонажа. И у него получается вот такая штука. Вот такая. Можно даже чуть-чуть увести вниз как бы волной. Так, теперь что у нас по губам? Здесь у нас должны быть усы и рот. Намечаем рот. Ну, у нас персонаж такой брутал, значит, ему накидываем. Это уже можно использовать кисточку драфа и кисточку клей. И накидать ему побольше вот этой массы губы. Так, чуть-чуть шифтом. Смотрим. Ну, вроде бы как бы оно. Но здесь будут у нас отходить усы. Так, усы я думаю сделать отдельно, наверное. Потому что, хотя нет, они должны идти со ртом. Потому что, видите, если в анимации она должна растягиваться, и рот должен работать с усами. Значит, здесь клей отключаем. И вот как бы нам эти усы подгадать? Значит, они должны идти по рту, да? Так, здесь у нас они должны быть больше. Здесь должны. Ну, далеко они не доходят. Где-то, наверное, вот такие и есть. Теперь нам понадобится флаттен, чтобы это всё дело погонять, повыравнивать. Сделать ему вот эти вот закосы. Вот, люблю я вот эти скосы делать. Тогда, когда свет падает на персонажа, вообще он бомбовски выглядит. Так, здесь нам понадобится подрезка. Хорошее оформление нашего вот этого уса. Вот так. И, значит, отбиваем, что? Отбиваем нижнюю губу. Вот это. Прикольный получается товарищ. Ну, посмотрим, что получится. Первый раз вот. Я, кстати, когда снимаю ролики, сразу стараюсь делать персонажа. Первый раз. Потому что, ну как, я мониторю, смотрю, визуально запоминаю, где, допустим, референсы, там что-то. Раньше лепил, значит, держал это всё в голове. Для чего тренировал память. Сейчас я вот уже стал пользоваться референсами, потому что, и не потому, что я там уже склерозничаю, ну, просто я понял, что память хорошо развивается. Работает. Вроде бы жалоб нет. Вот у меня эти все шустины. Вовчики выскакивают. Так. Здесь отобьём вот эти брови. Так. И теперь вот по глазам. Глаза у него круглые, значит, включим кисточку Drive. Drive. И теперь через Alt попробуем здесь побольше всё это дело. Так. Так-так-так. Ctrl-Z. Тут нет у меня значит, фаз. Подальше, значит, они не так уж и далеко они от носа стоят. Ну, попробуем. Если что, в The Brush уже тогда. Так. Включим теперь клей. Подальше отведём. И будем вот так вот нажиманием делать паз. вот почему он так получается. Потому что вот этой части здесь не должно быть. Как убрать вот эту вот неровность? Рисуем треугольник для носа. И он будет потихоньку приминать нам ненужную часть. Вот. Так-так-так-так. Теперь немножко мы это всё дело подведём вперёд. И какие-то детали уже добавим непосредственно в The Brush. Так. Есть такой у нас персонаж-товарищ. Так. Вот по бороде бороду нужно выгладить. Чтобы борода была острая. Как на картинке. С переходом. Всё. Так. Здесь у нас уже мышца шеи. Здесь вот кончик мне не нравится. Давайте добавим сюда массы. Вот. Кисточка прикольная. Вот она здесь всё добавляет. Вообще бомбовская вот эта кисть. Так. Накинем ещё побольше массы. Вот так где-то. и теперь всё это дело шлифуем, полируем. Вот эти кисточки здесь работают вообще адекватно. Мне... Ну, я здесь просто кайфую в этой программе делать вот именно головы, болванки какие-то. мне здесь нравится. Рекомендую всем эту программу. Недооценённая программа. Сейчас какой-то вот у всех прикол. Если лепишь, значит, как его назвать, в блендер работаешь, то ты обязательно должен лепить в блендер. если ты работаешь в The Brush, то вот нужно в The Brush всё делать. Ну, там кто-то ретопологию в других программах делает. Ну, вот так это, наверное, неправильно будет. Я думаю, что это неправильная постановка вопроса будет. лепить можно в любой программе. В другой программе, допустим, делать какую-то анимашку. Вот как в блендер, пардонки. Так, здесь вот чуть-чуть сделаем, как бы, стилизованно, наверное, да? Чуть-чуть. Так, это значит, здесь у него какой-то завихренью такой. Здесь мочка уха. Так, есть такое дело, значит, с ухом. Тут без разницы, какого она форма, да? Потому, что тут ещё будет волос. волос я буду делать, наверное, уже в зебраж, потому, что здесь вот я вижу уже есть цилиндры. Лучше делать, конечно, с цилиндров. Можно, значит, волос отмоделить в блендер, потом закинуть в зебраж и перелепить тоже как вариант. по чем? Так, 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 так. Так, а давайте, чтобы рот ему потом не отделять, потому, что тут борода, тут будет жесть, да? так, это я через альт на большой детализации сейчас здесь вот альтану, так. все сильно тут нельзя будет рвать и выведу значит губу вперед вот сюда сделаю побольше, а потом в зебраж просто замаскирую и вглубь веду рот и будет все зашибись. Но раз рот приоткрытый, губа здесь видите уходит, нужно придать сразу форму, тут чуть-чуть значит отполировать, здесь чуть-чуть где-то подрезать, потому, что тут борода, здесь тоже где-то чуть-чуть можно резочки добавить и вот эту часть вот эту часть чуть-чуть увести, а эту сделать по квадратному ну и выгладить само собой и здесь уже добавить чуть-чуть длину уса, чтобы потом он тянулся. Ну вот таким макаром я думаю будет веселее и радостней. так подобьемся по форме усов может их они округлые вот так чуть-чуть поднадую здесь бы еще конечно сразу сделать вот эти полосы потому потому что забрать будет чуть-чуть неудобно нам так давайте доведем здесь кант вот так все это дело чуть-чуть выгладим чтобы был такой как бы переход бугорок можно теперь флатеном под углом придать такую форму ну как бы отбить скулу шифтом выглаживаем лоб вроде бы все нормально единственное что возможно придется подрегулировать тут затылок чтобы он красивее был ну и полосы так считаем раз два три четыре пять шесть полос значит одна полоска тут еще с усами заметил такая штука попышнее должны быть по округли так здесь у нас усы идут разрез на две части ну в принципе что не знаю как вот с этими потом бровями быть как это анимация тут подправить может их сразу и сделать в эту сторону потом будет они у него восье вот тут удивленность какая-то ну наверное нормально будет так теперь еще сразу пока не забыл надрежем вот такую штуку здесь вот так и еще один треугольник и добавим вкладку вот так все вроде бы как этот там да танос не танос этот как вот кратос или что-то в таком духе так погнали отбиваем так по-моему так одну полоску глубоко не надо от усов так это от усов идет еще одна полоска потом так вот здесь у меня уже нестыковка ну не суть вопроса пусть их будет побольше так тогда вот эту сгладим и отведем ее от усов вот вот так надо будет правильней так здесь чуть-чуть делаем под подрезку ну чтоб смотрелось да ну вот и все значит персонаж готов так так у него тут еще ошибка какая вот эта скула у него побольше выходит ну как-то округлим и чуть-чуть еще подрезем так ну а тут у него идет как бы бакенбард наверное вот так я сюда наверно еще клэм докидаю немножко масла так по носу давайте еще чуть-чуть ну сделаем подрезку и вот эта часть она еще меньше но я ее в забрас тогда уменьшу уже подгоню ее значит в забрас так здесь у нас что вмятина происходила чуть-чуть сгладим потому что ну такая переносица как бы не очень да сохраняем файл это будет у нас значит как вот назвали ZEV вот сохраняйте две болванки повторюсь еще раз кто не смотрел прошлые ролики потому что ну не всегда но бывает так что один файл вы сохраняете идет какой-то сбой и вы его он есть но вы его не можете открыть поэтому ну у меня один раз так где-то за два года было может сеткой что-то может еще что-то я там перетянул ну факт что это было так ну вот такой результат теперь значит 30 минут ушло значит на этого персонажа и давайте тогда сразу изменим политику этого ролика и добавим ему тело а тогда в следующем ролике будет уже прическа и будет тогда уже значит одежда итак The Brush открываем нашу сферу вытягиваем нашу сферу Edit Make Polymesh чтобы сделать активно если вы зашли в The Brush нажимаете Edit и Make Polymesh только потом вы сможете со сферой работать если не нажать Make Polymesh она будет неактивна и в принципе на сфере вы ничего сделать не сможете так сфера нам понадобится для того чтобы сюда Load Brush импортировать болванку тела надеюсь что меня за нее не забанят хотя она так а ну-ка вытягиваем вот вот это будет наш значит Zeps я сейчас значит отсобачиваю бошку ну так вроде не было видно что это за персонаж и тогда уже покажу вам дальше и так персонаж есть сфера есть как это все отделить можно значит просто нажать на сферу снять маску это разные полигруппы и будет у нас Split Group Split ну лучше вот когда маскированная часть вы что-то вытянули Split to Similar Parts Parents или Parts вот теперь нам сфера Delete не понадобится так персонаж у нас стоит не по центру смотрим чтобы он был перекручен одинаково потому что потом пойдет нехорошая ломка и проверяем его на симметрию Modified Apology Mira Entwell ну в принципе я доволен так следом нам понадобится текстура импорт рабочий стол так немножко меня отвлекли давайте текстуру я уже подгрузил так делаем ее прозрачной и сейчас будем вот с этого гражданина делать вот этого гражданина так я наверное побольше сделаю референс чтоб лучше тянулось Z отключаем глаз Shift Z убираем всю картинку Z опять включаем глаз с картинкой так так это значит фризальт левая кнопка мыши подгадываем по плечам более-менее так поровнее и как можно это все дело обыграть да так по ногам вроде он попал по тазу мы потом здесь подтянем Shift Z отключаем картинку включаем маскирование нашего персонажа вот эту часть и захватываем немножко крыло так теперь делаем Ctrl и сочетание клавиш включаем Skyl отключаем Gizmo перетаскиваем наш вот этот ползунок левой кнопкой мыши так и смотрим во Shift Z включаем наш глаз вроде рука по размеру подошла немножко мов наверное все-таки оттянул потому что сейчас будем грудину тянуть грудную клетку чтобы не зацепить руку Shift Z включаем глаз потом тут еще подобьемся включаем кисточку Move Topology делаем Ctrl и чтоб не зацепить руку так Alt наверное еще немножко подгадаем подтянем немножко шею и натягиваем вот эту грудину прям побольше вот таким вот образом так тянем нашу вот эту ребры потом сейчас будем тут корректировать тянем наш таз и нашу ногу ну в принципе делаем мера смотрим ноги она не буду сильно тут подбирать ну голеня немножко тут увеличу все-таки персонаж у нас качок Shift Z отключаем получилось значит вот такая штукенция но у персонажа грудь наверное еще больше давайте ее прям поднадуем побольше сделаем теперь Ctrl и а Ctrl так Ctrl снимаем маску кисточку теперь побольше вытягиваем наше плечо кисточку теперь поменьше корректируем наш вот эту форму груди ребра вроде бы нормально так живот вот живот наверное тоже нужно поднадуть парень он омненький так филейная часть тоже поднадуем в бок оттащим ноги где-то подтянем здесь у нас спина еще значит побольше так и вот теперь значит по плечам надуваем еще побольше руку лицуха у него знатная так ну вот в чем вопрос так по длине руки Z включим наш глаз и чтобы персонажа значит не таскать в принципе пальцы согнуты по плечу попадаем так еще немножко смотрим что у нас тут форма руки видите попадает в принципе все нормально так возвращаем нашего персонажа назад швейф Z перед тем как корректировать делаем мира так тут у него немножко вот эта часть ну как сказать включаем клей билдап делаем браз автомаскинг баг фейс маск чтобы внутренне внутрянку не тянуть да так 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 и что еще можно сделать ну таз да базара нет вот грудина все это таз у него поменьше но я наверное от себя немножко поднадую вот эту часть вот так он будет смаяться лучше и там у него шмотки будут я наверное еще немножко это дело вот так вот сделаю так спина вот со спиной тоже нужно поработать чуть-чуть подтянуть плечевой пояс чуть-чуть подкорректировать ctrl d на сглаживание он выглядит вот таким вот образом флур можно отключить и вы видите что одну часть я тянул а саму-то грудь не надул во мир а мир не работает возвращаемся назад делаем мир так делаем дубликат и на этот дубликат импортируем нашу голову именно зевса включаем транспоз не знаю как вот тут выравнивать сколько уже значит в зебраж сижу а вот вот эту штуку все не могу промониторить так за квадрат тянем это у нас скайл скайл выравниваем подгадываем припускаем вот шея значит у него таким образом значит здесь у него должен быть подъем мышцы вот так чуть-чуть значит приплюснутая где-то что-то грудь более квадратная более поровнее и немножко значит вот эту часть через alt левая кнопка мыши нажимаем на нашего персонажа получается где-то вот такая штука так но по-моему шеф зет у него а не шея у него есть пардоньки значит все нормально так все это дело подгадываем смотрим так смотрим как у нас тут мир сработает вот сработал мир нехорошо значит голову еще сюда вытягиваем и подгадываем вот нос стал по-моему тонкий правильный я вот чуть толще сделал по-моему он такой есть но чуть-чуть потом поднадуем так выбираем персонажа вдавливаем вот эти части плечевой пояс еще значит так вот с этой частью я без симметрии сейчас работаю вот так это как-то будет выглядеть ну это дядька сказано бог богов да ну вот что-то так получается так по спине вот эту часть я еще наверное как бы вытяну вниз пусть будет пополнее потому что тут будет смотка мира ну вот такой получился значит персонаж Зевс болванка заготовка все в следующем ролике добавляем ему значит прическу добавляем ему смотку ну он босый а еще кстати подождите вот что я еще не сделал во у него вот эта нога как у халка вот так должна быть прям пошире растяжка и пусть у него будет плоскостопие так левую сторону берем немножко ногу наверное косточку помультяшней и немножко значит пополнее вот эту заднюю делаем штуку ягодицу и чуть чуть побольше у него вот эти значит галиня ну теперь на этом все и покажу я вам сейчас это дело сохраню файл с не знаю насколько похожа так я делал с болванки значит этой в группе есть картинка как она называется аниме болванка аниме принцип тот же самый делал голову делал значит шмотку колесики вот эти вот шмотка это экстракт полностью тапки я взял значит легионера с предыдущего значит персонажа ну возможно ее переделаю потом тут на две лянки на толстые подошву оставлю а это вверх срежу но это потом посмотрю как она будет вести себя при анимации ну как говорится кто его знает да тоже потом сделаю вставлю кости вы видите что рот я уже сделал под анимацию значит отделял ну вот такой у нее нижняя челюсть это у нее верхняя голова с аниме чуть-чуть тут подтянул чуть-чуть форму придал нос еще не проработан уши чуть-чуть вдавил получилась вот такая какая-то с вытягиванием штукенция так вот страшноватое ну а так вроде бы нормально так вот эти вот завихрюшки они тоже отдельные вот они это это кисточка значит которая рисует сопли вот эти ну а потом шифтом немножко тут как-то вот и уменьшаешь делаешь вот получилась загигулина ну а тут как ее повести можно ровно можно криво косо вот такая штука все всем пока до свидания все модели которые делаю в группе вк ссылка в описании качайте если кому-то надо используйте там уже и риги вставлены можно пробовать анимации и так далее все всем пока